150 тысяч километров пути, более 30 экспедиций за три с половиной года съемок, тысячи метров от снятой пленки. Работа в экстремальных условиях, от полярных пустынь до соляных озер, тяжелейшее испытание для людей и техники. Фото- и кинопроект «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнером ОАО «РЖД» представил уникальный блиц-портрет России в начале 21 века. Железные дороги стали нитями, связавшими наш рассказ воедино, а поезд – его основным героем. Сегодня мы отправимся в путешествие вдоль Великой реки, одно имя которой стало олицетворением многонациональной России. Это одна из главных коммуникаций, объединившая Восточную Европу с Передней и Средней Азией. В дожелезнодорожную эпоху жизнь на Волге почти на полгода замирала, просыпаясь лишь к началу навигации. Но с появлением железнодорожной сети, плотно опутавшей реку с обеих сторон, ситуация коренным образом изменилась. Это одна из самых старых железных дорог в стране. Она проходит и через крупные, и мелкие волжские города. Встречаются тут и вполне себе дикие места, которые достаточно трудно представить в таком населенном регионе. Мы попытаемся разгадать тайну падающих башен, побываем в местах, где деревья хранят генетический год целого народа, и увидим настоящую Болдинскую весну. Экспедиционный поезд отправляется из Нижнего Новгорода. В эту пору на нашей главной реке уже заканчивается ледоход. Природа только начинает сбрасывать зимнее оцепенение. Звенит копель, появляются первые большие проталины, а снег в намеченных для съемки точках тает буквально на глазах. И нам очень хочется передать это великое природное пробуждение на Волге с помощью фото и кинокамеры. С этой целью мы направляемся на восток, углубившись в бескрайние Нижегородские леса. Земля эта очень древняя, с насыщенной и богатой историей. Здесь каждая небольшая станция может принести немало удивительных визуальных сюрпризов. Пробираясь все дальше и дальше на восток, на нашем экспедиционном поезде, мы оказались на дальних границах Нижегородской области. И здесь нас ожидало открытие. Далеко не все знают, что знаменитая Пушкинская Болдина находится здесь, так далеко от обеих российских столиц. Мягко говоря, это место и теперь глуховатое. Можно себе представить, что тогда, во времена Пушкина, путь любой из русских столиц сюда занимал по меньшей мере 2-3 недели. Для нас воротами в Большое Болдина стала вот эта старая романтическая станция Ужовка. Этот вокзал, построенный в лихую годину Первой мировой войны, по-видимому, доживает свои последние дни теперь. Ужовский вокзал постройки столетней давности давался группе с большим трудом. Чтобы его запечатлеть, нам пришлось применить все маленькие хитрости, которые мы выработали для съемок сложных объектов за время поездок по России. Прекрасный проход, очень, очень кстати. Здесь, в одном из медвежьих углов Нижегородщины, располагается место, которое значит для русской словесности куда больше, чем многие пафосные литературные салоны обеих столиц. Количество гениальных произведений, созданных под сенью этих парковых деревьев и уютного господского дома, могло бы создать золотой литературный фонд небольшого государства. Едва ли сам Александр Сергеевич Пушкин, откровенно скучавший в Большом Болдино из-за халявного карантина и невозможности выехать из столицы, полагал, что именно под этими липами будут созданы его лучшие произведения. Мы прибыли сюда в середине апреля. Но даже в это скучное время года и старый сад, и уютные деревянные флигели создают атмосферу эллигическую и окутанную романтикой, когда-то вдохновившую поэта на медного всадника и пиковую даму, и еще добрый десяток знаковых произведений, созданных Пушкиным за три месяца затворничества. Оказавшись в таком месте, очень трудно не сказать очередную банальность о великом поэте. Тем не менее, мы попробуем от нее уберечься. Курьезное африканское происхождение Пушкина как-то затмило другой факт его биографии. Дело в том, что Александр Сергеевич был отпуском старинного столбового дворянского рода, рода русского. Болдина была частью огромного феодального надела, который семья Пушкина получила сразу после взятия русскими Казани. И отдаленный предок Александра Сергеевича был прислан сюда воеводой для усмирения буйных волжских народов. Непогода регулярно напоминает о себе. И дорожные картинки за окном поезда имеют расхлябанный и скучноватый вид. Но едва только небо очищается от туч, оно сразу наполняется морем света и непередаваемой весенней лазурью, которую можно увидеть лишь в это время года. Все это похоже на акварели русских передвижников и вызывает легкую грусть и предчувствие наступления первых теплых дней. Наш экспедиционный поезд приближается к по-настоящему загадочному месту. Это город, малоизвестный в столицах, но при этом список его достопримечательностей ошеломляюще огромен. Это город, который всегда исторически был русским при совершенно нерусском названии, Алатырь. Город, стоящий на реке Сура, летописи 15 века говорили о том, что за Сурой православному человеку жизни нет. Что же это за такая русская жизнь была в Алатыре и почему дальше за Сурой ее не было, вот это мы и постараемся выяснить. В эпоху средневековой Руси эти земли были одним из самых беспокойных мест на Земле. Русский город Алатырь стал одним из форпостов московского княжества по продвижению своих интересов в Поволжье. Считается, что царь Иоанн Грозный обосновал посад и крепость во время первого казанского похода. Абсолютно неожиданно расположенный в Среднем Поволжье город Алатырь напомнил мне совсем другие города. Далекие, суровые, забайкальские, вроде Баргузина. И неудивительно. Вокруг него поднялись русские православные монастыри, мужские. Такова была политика России, так она брала под руку волжские племена и народы. У всех русских городов-форпостов с такой боевой историей есть что-то общее в облике. У них какая-то особенная стать. Их, может быть, нельзя назвать особенно красивыми, но слово «статный» к ним подходит определенно. Это города с характером, который выковывался не в наши дни. От былого острога, защищавшего Нижегородщину с юго-востока, практически ничего не осталось. Нынешняя историческая часть города неплохо сохранила вид провинциального российского места образца конца XIX века. Кажется, здесь мало что изменилось с тех пор. Такая же размеренная, наполовину сельская жизнь, с милыми глазу бытовыми сценками. Как удивительно по-разному украшены фасады домов в разных городах и весях российских. И еще замечательно, как отличаются украшения деревенские и городские. Вот город Алатырь. Тут самым характерным элементом фасада оказались удивительные карнизы, которые выглядят как маленькие контрфорсы. Такого мы нигде больше не видели. Кроме исторических зданий, нас интересовал в Алатыре большой железнодорожный мост через Суру. Помимо его любопытной формы с точки зрения железнодорожной архитектуры, он еще и является, по сути, железнодорожными воротами в Национальные Поволжские Республики, которые станут следующей целью нашей экспедиции совместно с генеральным партнером ОАО «РЖД». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Следуя по Великому Волжскому пути, наш экспедиционный поезд привел нас в столицу Чувашии, Чебоксары. Интересно то, что Чувашия – единственная из Поволжских республик, где титульная нация составляет абсолютное большинство населения. И поэтому национальный язык тюркского происхождения повсюду на слуху и на виду. Чебоксары поразили нас удивительной чистотой даже в это слякотное время года. Сложилось впечатление, что это вообще один из самых благоустроенных городов Поволжья. Впрочем, так было всегда. Современный город создавался как крепость и унаследовал с тех времен четкую планировку улиц и некоторые черты военного поселения. Множество его церквей, со всех сторон окруживших заливы Волги, являются прекрасными образцами церковной архитектуры 16-17 веков. К сожалению, значительная часть города оказалась под водой во время строительства гигантских каскадов электростанций. Теперь остается лишь предположить, каким именно представал город Пушкину и Писемскому, Радищеву и Шевченко и даже самой Екатерине Великой, которые оставили в исторических хрониках восхищенные отзывы о Чебоксарах. Штатив положили, кофры положили. Кто еще в багажник что кладет из тяжелого? Вам тяжело будет идти. Попробуйте хотя бы однажды переночевать в глухом лесу в одиночестве и дождаться, когда радостный день сменится сумрачными образами ночи, которые будут обступать вас со всех сторон. Ваша личная территория в ночном лесу будет ограничена кругом света вашего собственного костра. И как только за границей этого круга раздастся первый шорох или скрип, даже если вы очень отважный человек, все равно вы вдруг почувствуете дуновение мистического ужаса. Это память, такой как будто привет от наших первобытных предков. Здесь, в Марийских лесах, среди знаменитых дубов и либ, это чувство неожиданно посещает и нас. Когда-то давно местные чащи были значительно крупнее и гуще, и тянулись с небольшими перерывами аж до самого Урала. И приходили в глухие чищобы только люди, посвященные, либо имевшие к духам самую сокровенную и неотложную просьбу. Вот удивительно населенные эти леса и берега рек. Вот все истоптано следами зверей. Вот сейчас я снимаю след не то бобра, не то выдры. Зверь сидел здесь только что утром, что-то копался и пошел. Очень много птиц, весь песок как каллиграфический свиток, как рукопись древнего китайца, исписан звериными и птичьими следами. Вот удивительно, что, наверное, для жителя сибирской тайги эти леса показались бы не особенно дремучими, да и небольшими, конечно, и река бы показалась маленькой. На самом деле не совсем так. И народам, которые здесь живут, особенно марийцам, это представляется как-то иначе, потому что река с характером, она маленькая, но бурная, очень активная и с богатым-богатым населением. Священные рощи Мари, ранее располагавшиеся близ любого местного поселения, теперь редкость. Лишь немногие старожилы и этнографы знают все нюансы древнего языческого культа, процветавшего под кронами этих огромных деревьев. Отдаленно он напоминает кельтский друидизм, с той лишь разницей, что в Ирландии друиды давно превратились в туристический аттракцион. А мари до сих пор берегут свою древнюю веру, которая, по их мнению, сохраняет генетический код этого симпатичного лесного народа. Вспоминается незабвенный образ канатоходца Тибула, блистательного, сыгранного Баталовым в старом фильме. Однако все, что вокруг меня, из моих детских впечатлений, скорее вызывает ассоциации с эпосом Калевала. Большинство марийцев теперь переселились в города. И не все даже помнят родной язык. Хотя есть и такие, которые бережно сохраняют традиции и рассказывают об истории своего народа весьма любопытные факты. Чтобы встретиться с одним из них, мы немного отъезжаем от русла Волги и попадаем в один из любопытнейших городов Среднего по Волжи. А вы настоящий горный марийец? Да. Сто процентный горный марийец, да? А горные марийцы – это какая часть республики? Третья часть республики. Ну вот есть марийская низменность. Третья часть, весь Запад – это горные марийцы. Весь Запад. Да. Название марийцев восходит к этому, к индийскому языку. Мария – молодой воин, молодой герой. А черемисы на тюркском языке – воинственные. Поэтому первоначально черемисами называли, которые жили в Нижегородской и там дальше. А когда они сюда перешли, перемешались здесь с озеленцами, с луговыми предками. Их стали назвать уже луговыми. Они сделали марийцами, но не до конца. В архитектуре столицы республики Марий-Эл-Яшкаралы, как и в традиционных верованиях марийцев, смешались многие тенденции и направления. И это достаточно традиционно для Поволжья, где расстояние от строгой чопорной Европы до разноцветной и шумной Азии может уместиться в один городской квартал. Город уже почувствовал дуновение весны. И мы с удовольствием наблюдаем, как преображаются лица ешкаралинцев под теплеющими лучами апрельского солнца. Название переводится с марийского как «красный город». Он и впрямь по большей части построен из красного кирпича. Архитектура городского центра приобретает порой такие удивительные формы, что не сразу и поймешь, где это снято. Не то на Ближнем Востоке, не то на Средней Волге, не то совсем неожиданно где-нибудь на побережье Италии. По приезду в крупнейший из городов по Волжье, столицу Татарстана, Казань, к удивлению своему, мы обнаружили, что это один из немногих крупных городов в России, который можно снимать, не выходя из вагона. Мы приближаемся к вокзалу Казани, стоя на палубе маневрового локомотива. Это, наверное, одна из самых необычных точек зрения на город, когда смотришь из локомотива вперед по его ходу. Очень немного людей видят свой город с этой высокой и необыкновенной точки зрения. Бывают удивительные города, как будто приспособленные для того, чтобы буквально путешествовать по ним на поезде. За время поездок по России мы перепробовали массу видов съемки с поезда. В открытую дверь вагона, со служебных площадок, через лобовое стекло локомотива. Кофра у нас здесь, на палубе. Но настоящей находкой, облегчившей нашу съемочную жизнь, оказался вот этот удобный маневровый тепловоз с отличной палубой вдоль всего порта. Этот знаменитый раритетный локомотив, разработанный в СССР и собранный в Чехословакии, стал идеальной съемочной техникой. Его словно специально создали для съемок железнодорожных кинофотопроектов. Казань встречает нас с самой настоящей оттепелью. Засидевшиеся дома горожане толпами выходят на улицы и нежатся на солнце, которое с каждым днем пригревает все сильнее. Прекрасно оказаться в знакомой среде. Это такая взаимная игра. Они делают вид, что не замечают меня, а я делаю вид, что не обращаю на них никакого внимания. Радостная и легкомысленно одетая молодежь, вываливающая на улицы после занятий в вузах, один из важнейших признаков скорого теплого времени. Казань – город с очень давними студенческими традициями. Уже более 200 лет талантливые юноши и девушки из Поволжья и ближайших областей оседают здесь на время учебы, образовывая шумные и творческие молодежные коммуны. Я так хорошо помню это прекрасное юное чувство, когда кончаются лекции, ты выходишь на улицу, и весенний воздух врывается в твои легкие. Мне кажется, что атмосфера всех старых университетов во всем мире чем-то похожа. Казанский университет – один из самых уважаемых в России, и он моложе моей, альма-матер, московского, всего лишь на неполные 60 лет. Знаменитый Кремль, строительство которого было начато в эпоху заката Казанского ханства и законченное уже русскими мастерами из Пскова, казался легкой фотографической добычей. Он расположен на высоком мысу, на месте впадения речки Казанки в Волгу, и виден со всех концов центральной части города. И только с одной из отдаленных точек на берегу системы озер Кабан Казань открылась как пышный белокаменный град, родом из цветистых восточных сказок. Внутри Казанский Кремль выглядит вполне по-столичному, окружив своими стенами длиною более двух километров целый комплекс прекрасных старинных построек, укреплений, казенных зданий, храмов, мечетей и монастырей. Венчают его знаменитая падающая башня Сиюмбике в комплексе с Введенской дворцовой церковью. Вместе они очень ярко отражают уклад этого многонационального города. Мне кажется, соседство православных куполов и минаретов как-то особенно благотворно сказывается на атмосфере городской жизни в Казани. По крайней мере, очень отрадно видеть большое число смешанных пар на улицах города. Удивительно, какой огромный дефицит религиозной и национальной терпимости накопился на нашей планете к началу 21 века. Мне кажется, что эта проблема стоит гораздо острее, чем нехватка питьевой воды. Обычно в поисках этого духа толерантности принято уезжать куда-то далеко, в Индию или страны Юго-Восточной Азии. Похоже, что мы нашли такое место гораздо ближе к нашей собственной столице. Это путешествие, наверное, было одним из самых трудных во всем нашем проекте. Плоский рельеф, отсутствие выдающихся природных чудес, грязноватый и скучный в это время года ландшафт. Переменчивая и порою слякотная погода. Приходилось использовать все навыки железнодорожных и натурных съемок, которые мы приобрели за долгие месяцы путешествия. Мы хотели отобразить пробуждение весны, передать в кадре те радостные чувства, которые охватывают людей и природу, когда кончается длинная холодная пора. И нам кажется, что труды участников проекта «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнером ОАО «РЖД» оказались не напрасными. Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова